ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство симс 4 спустя очень длительное время я наконец-то смогла вернуться на гору каморэби чтобы наконец-то показать вам очередное новое строительство для этого городка вообще я очень люблю этот город за атмосферу за безумное количество зелени красок и яркости и за такое весеннее настроение которое мне дарит этот город каждый раз когда я в него захожу особенно когда я захожу уже где-то в месяце феврале это когда мы значит весна близко зимой конечно мне совершенно не хочется заходить в этот город потому что он на меня навевает исключительно весенние чувства и поэтому долгое время не было стройки в каморэби потому что то была осень мне было немножко не до этого то там еще что то было короче было все как-то не до этого городка но вот она улица февраль а это значит что совсем скоро к нам придет весна и уже наконец-то можно выключить зимний режим стройки и уже строить в таком весенне-летнем формате я безумно люблю эту стройку именно в летнем формате потому что очень много красок и прочего конечно зиму я тоже люблю но не могу долго в ней строить потому что есть свои нюансы поэтому возвращаемся к летне-весеннему строительству зимние пейзажи покидают нас до следующего года и мы с вами будем вновь радоваться краскам и красивым деревьям sims 4 сегодня как вы уже поняли будем смотреть на мое строительство в городе гора каморэби получился у меня довольно уютный семейный домик я на самом деле уже давным-давно примерно себе приметила стиль одного из районов этого города и как-то знаете плавненько двигаюсь к его осуществлению поэтому я надеюсь что у меня все получится и в том числе и гора каморэби будет застроена красивыми хорошими постройками в том стиле который я для него выбрал давайте я не буду долго затягивать вступление усаживайтесь поудобнее обкладывайтесь вкусняшками и присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию данного видео начать я наверное хочу не с обсуждения постройки а с новостей в мире the sims 4 потому что их так много за последнюю неделю произошло что я не хочу о них молчать действительно нам во первых анонсировали обновление для базовой игры с грудничками нам анонсировали дополнение здравствуйте и конечно же есть очень много таких вот моментиков которые очень хочется обсудить и собственно это я сейчас и сделаю поэтому давайте с этого начнем а если останется время то я вам расскажу немножечко про домики про семью вот так давайте и поступим ну что как вы отнеслись к анонсу дополнения вот это наверное первый вопрос который хочется вам задать потому что конечно я до обновления с грудничками безумно жду до сих пор по сей день и вот не надо меня пока спрашивать наверное буду ли я ждать его до того или нет я пока еще не особо решила конкретно на сегодняшний день может быть чуть позже решу конечно обновление я тоже безумно ждала и по сей день жду но дополнение конечно дополнение как можно пройти мимо дополнения потому что ну собственно в этом году будет целых два дополнения что радует и одно из них будет называться жизненный путь я так понимаю разработчики решили наконец-то посвятить большее количество времени и уделите внимание всем возрастам вплоть до старичков вплоть до грудничков младенцев уделить внимание их взаимоотношениям в семье чтобы были какие-то возможно враждебные взаимоотношения или наоборот очень хорошие взаимоотношения в принципе решили сконцентрироваться на отношениях в семье что очень классно боже упомянули про бабушек дедушек про них не забыли что они будут играть какую-то роль в семье чего сейчас к сожалению к огромному нет в игре и по сути вот эти бабушки дедушки они толком не звонят своим внукам они никогда не придут они редко подарят подарки либо пошлют какую-то денежку на день рождения внука то есть нужно все сейчас по сути делать вручную то есть ты устраиваешь праздник если это день рождения приглашаешь бабуль дедуль и только тогда возможно они с тобой пообщаются там как-то проявит инициативу но вот так чтобы они сами по себе просто периодически звонили чтобы просто позвонить своим внукам и узнать как дела либо наоборот внуки звонили бабулям дедулям чтобы узнать как дела такого к сожалению в sims нет и очень бы хотелось как раз таки развитие именно семейных отношений причем с разных ракурсов то о чем нам как раз таки это дополнение и рассказывает дополнение будет называться жизненный путь как я уже и сказала на самом деле для меня это большое удивление потому что я не особо даже ждала чего-то подобного мне безумно понравилась идея безумно понравилась на данный момент реализация пока что сложно сказать конечно как она будет будем в любом случае ждать трансляцию с разработчиками то ли феврале то ли в марте не помню по начале марта будет еще одна трансляция на которой они более подробно расскажут и про обновление с грудничками и про дополнение жизненный путь где все подробно покажут расскажут и вот тогда уже можно будет полноценно судить о том какое это дополнение и о том какое это обновление но обновление дополнение они как бы знаете кусок одного целого то есть их нельзя рассматривать по отдельности потому что дополнение напрямую зависит от как раз таки возрастов и уделят внимание и грудничкам в том числе и кстати груднички получились просто милейшие все эти новые анимации взаимодействия тоддлеров с грудничками тоже очень мило на самом деле я даже не рассчитывала что будет так досконально так углубленно мне казалось что это будет что-то очень поверхностная но в принципе в стиле и духе electronic arts и мне казалось что действительно это не будет настолько проработана и настолько мило но они удивили они наконец-то смогли удивить детальной проработкой новой стадии в 74 не сделали это на отвали а сделали действительно на первый взгляд довольно качественно судя по анимациям и судя по большому количеству взаимодействия с этой новой стадии груднички безумно я довольна новому контенту конечно сейчас осталось только дождаться если честно я предполагала что обновление выйдет в феврале но мои предположения рухнули когда я увидела дату обновление 14 марта честно говоря я была просто в безумном расстройстве потому что я ждала обновление в феврале так как мы не срочно она нужно просто кровь из носу я больше не могу ждать своей династии мне безумно хочется потестить но блин по ходу придется все таки либо ждать либо как-то еще поступать не знаю пока сложно ответить короче дело в том что действительно я ждала это обновление феврале но придется терпеть до марта ну что поделать я так понимаю что многие надеялись на февраль и действительно многие ждали это масштабное обновление потому что еще в октябре месяце разработчики успели заинтриговать нас грудничками и вот до марта месяца они дотянут по сути пройдет с октября до марта полгода полгода блин для того чтобы анонсировать и дропнуть обновление боже это просто сумасшествие зачем так долго нас терзать ожиданием я конечно очень сильно не понимаю этого но в принципе возможно это как-то хорошо сказывается на продажах потом или еще как-то уж не знаю конечно мне сложно судить возможно у них есть на то свои причины может быть они не успевают делать либо там они до сих пор тестит проверяют чтобы все работало однозначно хорошо чтобы не получилось как со свадебными историями не знаю что там но слава богу что хотя бы в марте и я надеюсь что разработчики действительно допилят доделают и не останется никаких багов и проблем что они все хорошенько протестируют и что нам не придется с вами страдать месяц там полтора пока они не выкатят очередной обнову поэтому в принципе пускай делают столько сколько надо главное чтобы по итогу она работала хорошо и не багало с другими всякими dlc целом про грудничков я думаю сказать больше нечего тут остается только ждать но про дополнение конечно же очень много всяких новых взаимодействий механик придет разумеется придет новый город пока сложно сказать что это за город в каком он стиле называться он будет сан саквоя принципе мне очень напомнило название сан мишуной и мне показалось что это возможно может быть город напоминающий сан мишуна то есть вероятность получения квартир в этом городе остается но она невелика я конечно очень надеюсь на новые квартиры хотя бы на несколько но что-то блин как-то слабо верится потому что квартиры пока не показали не в трейлере не как-то не упомянули про них поэтому может быть там не не будет квартир но мне бы очень хотелось город с новыми многоквартирными домами пускай это будет не просто город с многоквартирными домами чтобы были и обычные участки для обычных домов загородных и чтобы это были участки с квартирами то есть мне бы хотелось какого-то совмещения в этом городе и судя по описанию городка будет очень много прогулочных зон и для старичков и прогулочных зон для детей типа всякие площадки какие-то штуки в целом очень много объектов придет функциональных всякие переноски для детей именно для грудничков придут всякие велосипеды для детей школьного возраста что тоже огромный плюс на самом деле у меня всегда оставался вопрос к разработчикам почему вы добавили велосипеды для подростков и взрослых персонажей но не добавили велосипеды для детской стадии мне казалось это супер странным решением но вот спустя несколько лет а велосипеды к нам пришли с университетом здравствуйте это было сколько лет назад спустя какое-то количество времени разработчики все-таки одумались и вспомнили о том что дети тоже существуют в сирс и наконец-то хоть чем-то их не обделили хотя честно говоря мне кажется дети это самая обделенная на данный момент стадии и в плане функционала то есть дети мало что могут делать в sims и мисс супер скучно играть у них нет открытой школы при том что у подростков теперь она есть в целом с детьми довольно скучновато для них приходится постоянно изощряться и придумывать самому то клубы то какие-то вне классные занятия то какие-то вечеринки но с выходом дополнения жизненный путь появится возможность устраивать пижамные вечеринки пижамные ночевки добавят вот эти спальные мешки напольные чего я безумно ждала чтобы брать их с собой в походы тоже можно классная вещь в принципе давай довольно много объектов моя любовь домик на дереве это в принципе очень классный объект который можно будет построить самому ребенок сможет повзаимодействовать вместе с родителем либо в одинокого не знаю уж родитель скорее всего сможет просто помочь ребенку в создании такого большого проекта как домик на дереве и потом с этим домиком можно будет взаимодействовать что тоже очень приятно безусловно что это не будет просто декорацией ради декорации то есть это будет реально играбельный функциональный объект при этом очень безумно красивый и милый на самом деле дополнение получается очень масштабным и по режиму стройки и по геймплею и по режиму касс потому что судя по всему добавится все но довольно много одежды и для младенцев и для детей и для старичков то есть в принципе для всех возрастов будет очень много контента пересматривая трейлер можно очень много интересных объектов там порассматривать вплоть до как я уже сказала домика на дереве там всякие велосипеды какие-то новые диваны столики какие-то детские атрибуты по типу доски для рисунков новый вид пианино еще что-то в общем там такое многообразие объектов в этом двухминутном трейлере можно очень много всего рассмотреть я пыталась высмотреть там квартиры но у меня не получилось единственное что я понимаю город будет чем-то похож на тортозу судя по пейзажам с пальмами в некоторых местах там есть моменты с такими цветными домиками в трейлере и вот как бы я побаиваюсь чтобы он не был сильно похож на тортозу потому что честно говоря хотелось бы более гордо приближенного к сан-мишуна может быть в связке с нью крестом типа если бы они соединились сан-мишуна и нью крест получилось бы что-то среднее понятно с новыми декорациями чтобы были и квартиры и обычные участки под дома и большое количество прогулочных зон парков уже готовых как в камарэби и есть всякие прогулочные зоны здесь поэтому вот это было бы очень классно где бы можно было устраивать пешие прям прогулки и как-то занимает персонажей чтобы было большое количество всяких игровых зон для детей и парков для пожилых персонажей вот это было бы просто идеально но чувствую я что город будет довольно немаленьким но состоятельно будет из трех районов вот сколько там будет участков наверное в каждом районе по пять участков минимум будет точно а вот что там еще может быть где-то побольше сделать где-то поменьше пока сложно сказать в любом случае ждем слива в карты я этого жду безумно потому что мне уже хочется посмотреть как будет выглядеть карта города из этого я смогу исходить уже на дальнейшую стройку то есть мне нужно понять стиль города и начать подбирать к нему картинки чтобы уже когда дополнение выйдет а я смогла сразу же приступить к строительству без раздумий без долгого поиска картинок и без всяких проблем в целом сейчас уже можно оформить предзаказ на дополнение что в принципе тоже классно из-за предзаказ можно получить еще какие-то три объекта горку там качели и вот эту переноску как раз таки для младенцев что тоже очень приятно дополнение обещает быть довольно разнообразным интересным и мне кажется одним из самых масштабных за последнее время что-то мне подсказывает что разработчики начали потихонечку сливать самый классный контент который они оставили на самое сладенькое для четвертой части sims потому что буквально через пару лет мы скорее всего с вами уже увидим пятую часть sims и в принципе сейчас им уже ничего не остается кроме как сливать уже собственно отдавать все самое самое вкусное и сладкое если до этого они нас кормили иногда каким-то проходным контентом бывало такое согласитесь то сейчас что дополнение старшая школа что дополнение загородная жизнь было очень-очень довольно крупным масштабным классным при внесшим в игру очень много новое взаимодействие с точки зрения геймплея так и вот дополнение жизненный путь станет таким же прекрасным шикарным довольно объемным большим дополнением я очень это надеюсь в целом остается только радоваться и ждать запасаться терпением 16 марта это к слову дата выхода дополнения жизненный путь я безумно рада новым новостям мне нравится что разработчики шевелятся что-то показывают анонсируют в принципе ведут какие-то трансляции охоте на них очень много болтов не кстати на трансляции была затронута еще пятая часть sims project рене но так как я не особо шарю в английском я мало что поняла из того разговора но судя по всему просто разговаривали про то как развивается сейчас на данный момент project рене и что там будет в принципе про онлайн мы с вами уже слышали и в принципе про кросс-платформенную игру мы с вами тоже слышали что sims 5 будет именно кросс-платформенной игрой можно будет и на телефоне поиграть и на компьютере также будет кооператив очень много об этом говорят сейчас что в принципе многим может нравиться но я конечно фанат больше однопользовательской игры нежели игры в кооперативе не знаю конечно как она на выходе будет разработчики обещают что строительство в пятой части игры приобретет какой-то новый виток не то что в четверка в принципе я конечно очень тоже надеюсь на 75 безумно жду но ждать еще придется как минимум пару лет так точно потому что пока непонятно на какой стадии находится игра об этом они не говорят но в целом никаких новых кадров никакого геймплея естественно на трансляции прошедшие 31 января показано не было именно для project рене ничего нового никаких новых кадров показано не было были просто какие-то разговоры опять же в оба онлайне и о кроссплатформенном вот этом взаимодействии все в принципе больше ни о чем разговор не велся хотя очень жаль мне было бы интересно послушать что они сделали с октября по январь для project рене они могли бы показать пару новых кадров и заинтересовать публику еще больше чем они заинтересовали ее еще тогда в октябре ничего такого больше на трансляции рассказано не было были еще затронуты какие-то ну типа мобильные версии фри плейная версия но это нам не особо интересно в целом все что нужно было то что касается нас да то что касается канала и каких-то таких вещей вроде бы я все обсудила обязательно напишите в комментариях ждете ли вы обновление с грудничками и ждете ли вы дополнение жизненный путь что больше всего вас зацепило в трейлере может быть вы заметили какие-то маленькие детали которых могла не заметить я потому что такое может быть я не все иногда примечаю замечаю я не всегда могу посмотреть внимательно возможно вы у меня более глазастая чем я поэтому пишите может быть какие-то детали я упустила трейлере и что-то не заметила если вы заметили какие-то новые интересные крутые объекты то пишите об этом мне будет безумно интересно почитать и потом попробовать найти в каком же моменте трейлера они их там кусочком показали поэтому давайте обсудим с вами трейлер грудничков и трейлер нового дополнения в комментариях прям я безумно этого что так что пишите все свои мысли на этот счет в комментах а я Я хочу наконец-то рассказать про дом, который я уже тут наполовину построила, пока болтала про всякие дополнения и новости. Но в принципе ничего страшного, потому что дом не особо большой, и в нем будет жить не такая уж большая семья, и не такая уж разнообразная, как бы, поэтому сильно про них рассказывать мне особо нечего. Какой-то определенной истории для них, к сожалению, не сложилось, у меня такое периодически бывает. Иногда история, прямо знаете, она сама собою как-то в голове, просто фонтана плещет. У меня, кстати, есть еще одна история семьи, вот, вы ее чуть позже услышите на канале, вот, в принципе, я потом вам про это как раз-таки скажу. Но там история действительно довольно интересная получается, как-то сама по себе тоже в голове родилась, а вот для этого дома не родилась. Поэтому у меня есть просто модель семьи и, собственно, дом, про который я сейчас расскажу. Строила я этот домик на участке 20 на 15, в целом участки довольно крошечные в Камаребе, меня это очень радует, потому что для меня этот стиль довольно все-таки не близок, он мне сложен, мне тяжело с ним справляться. Я в основном, конечно же, руководствуюсь картиночками с Пинтереста, картиночками с интернета и, в принципе, пытаюсь лазать по всяким YouTube-каналам, которые рассказывают, вещают о Японии, о Корее. Потому что, в принципе, мне кажется, культура очень схожая и постройки плюс-минус домов очень схожи по внешним данным и по внешним признакам, поэтому я стараюсь гулять по таким каналам. Но там в основном делают обзоры на микроквартиры в Японии и Корее. Мне, конечно, квартиры не так интересны, как дома, но вот я пытаюсь что-то найти, мне уже не один раз рекомендовали какие-то определенные каналы, я их всех тоже прошерстила. В целом взяла какие-то вещи на заметку, но мне все равно довольно тяжело дается этот стиль, и я пытаюсь, знаете, совместить свое видение с видением того, как это должно быть на самом деле, как это на самом деле выглядит в Японии и Корее. Наверное, у меня есть зрители из Корее, 100%, поэтому можете написать, оценить, как вообще реалистичен ли этот дом, хотя я не старалась добиться реалистичности и попасть прям в точку. Передо мной такой задачи не стояло, мне просто хотелось, чтобы это выглядело красиво и просто, чтобы это был комфортный, играбельный дом. Все. Если у вас есть какие-то, скажем так, нюансы, в которых я ошиблась, если вы хотите, чтобы в следующих постройках для данного городка я сконцентрировала на них свое внимание, то можете их написать также в комментариях. Я постараюсь к этому прислушаться и в следующих постройках для Камареби уже не допустить каких-то ошибок, если они существуют. Так что, если что, все ваши мнения насчет этого дома и его типа реалистичности жду в комментариях. Так вот, участок маленький, меня это устраивает вполне, у меня не вызывает это никаких трудностей, мне даже наоборот в кайф, что они не огромные. Но хотя, кстати, в этом районе есть огромный участок 64 на 64, которого я безумно, блин, боюсь. Я не знаю, как я построю на нем огромный дом в похожем стиле, я просто себе не представляю. В общем, пока с этим трудность, но и надеюсь, когда-нибудь все равно осилю, мне придется это сделать. Как бы я сильно не боялась больших участков, иногда, а иногда такое все-таки происходит. Не всегда я, знаете, такая легкая на подъем, что типа, а, все, 64 на 64, а, плевать, пойдем построим, все, у меня сейчас получится. Иногда, конечно, я так немножечко побаиваюсь, смотрю на них и думаю, блин, а что же здесь сделать? И не всегда у меня получается с первого раза. Иногда нужно потратить несколько месяцев для того, чтобы найти идею, перепробовать несколько идей, и чтобы получить в конечном счете то, что вы уже и видите на своих экранах. По стоимости этот дом вышел на 89 787 7000, в принципе, это немного, но учитывайте, что этот дом тоже не очень большой, хотя здесь поместилось довольно много разнообразных помещений. Он получился двухэтажным, вместилось в него две спальни и два санузла на первом и на втором этаже, точно так же, как и спальни на первом этаже и на втором этаже. Общие зоны такие, как кухня, столовая, гостиная, коридоры, даже задний двор есть, собственно, с джакузи, и с местом для гриля, и с шезлонгами. В общем, в принципе, дом получился довольно уютным, я проверила его полностью на играбельность, и поняла, что он абсолютно полностью играбелен. Все, что было, где-то что-то мешалось, хотя там были прям вообще какие-то минимальные моменты, прям супер. Я все пододвинула, поэтому все должно работать, в моей игре, по крайней мере, работает. Как будет в вашей, ручаться не могу. Извините, это Sims, я не всегда могу, собственно, на 100% сказать, как оно будет работать в вашей игре. К сожалению, у всех баги разные, у всех проблемы разные. Тут уже нет единого какого-то средства, которое может помочь всем и сразу, чтобы вылечить какие-то там непроходимые моменты. Но я все проверила, у меня все работало, персонаж со всем взаимодействовал, везде ложился, везде проходил, поэтому в целом проблем быть не должно. Если будут какие-то проблемы, попробуйте что-то подвигать, поменять местами, ну, типа вот таким способом действуйте. Но в целом, я надеюсь, что никакие проблемы с этим домиком не будет. В целом, этот дом рассчитан на семью из четырех персонажей, это мама, папа и две дочки. В принципе, это можно понять по детской комнате. Девочки будут жить в одной комнате, я решила не делить их на разные комнаты, потому что они плюс-минус одного возраста, у них небольшая разница в возрасте, в год-полтора, наверное. Поэтому я решила, что им будет довольно комфортно в одной комнате и спать, и играть, и заниматься уроками, и какими-то там, не знаю, проектами школьными. В общем, я думаю, им будет довольно комфортно вместе. В целом, я думаю, у них хорошие взаимоотношения, поэтому решила не делить их комнаты на две отдельные, маленькие, крошечные, в которые ничего не поместится. Решила сделать одну большую, с разделением спальной зоны и с разделением рабочей игровой зоны. Мне показалось, так будет гораздо удобнее. Не знаю, насколько это правильно, но мне просто с точки зрения красоты показалось, это гораздо симпатичнее смотрится, нежели я бы начала делать две малюсенькие комнатушки, как коморочки. Я такого не хотела, поэтому решила прибегнуть именно к варианту совместной комнаты. У родителей также есть спальня на первом этаже, но, к сожалению, без личной ванной комнаты, потому что там не позволила планировка. Но ванная комната есть на первом этаже, но до нее придется немножечко пройтись. В принципе, я не думаю, что это проблема, потому что дом по площади небольшой. Надеюсь, что это не вызовет у вас никаких трудностей. Вообще, обычно я стараюсь, чтобы к главной спальне примыкала главная ванна. Ну, типа, чтобы всегда в родительской спальне была ванна, но не всегда. Конструктивно дом выходит правильным, и иногда в угоду красоты внешней приходится жертвовать удобством внутренним. Поэтому иногда приходится совершать такую жертву. Но в целом я не думаю, что это проблема. И на первом и на втором этаже есть ванная комната, поэтому, если что, персонажи добегут, не описываются. Также на первом этаже размещается кухня довольно средних размеров. Там разместилось все самое необходимое. Там будет комфортно готовить одному или двоим персонажам. И есть зона столовой на четырех как раз-таки персонажей. Тоже довольно уютная. И небольшая гостиная тоже с большим количеством шкафчиков, с большим диваном для того, чтобы смог усесться каждый член семьи. И посмотреть телевизор, там какую-нибудь вечернюю программу, мультики или еще что-то. Ну, в общем, вот такое, да. Естественно, на втором этаже детская и санузел. Ну, еще, кстати, есть небольшой коридорчик на втором этаже, где я поставила какие-то развивашки, что-то вот такое. Ну, то есть там стоит фортепиано, там стоят какие-то, висят вышивки детские, которые девчонки вышивали. Возможно, одна из девочек ходит на кружок рукоделия и вот вышивает всякие рисунки красивые. И вот эти рисунки висят как раз-таки на стенах в этом коридоре. В целом, я постаралась украсить дом разнообразными постерами и фотографиями, посвященными тематике Японии и каким-то вот таким азиатским странам. В целом, я не особо вижу между ними разницу, поэтому как-то старалась просто по красоте их оценивать. И уж не знаю, насколько попало или нет. И также на втором этаже есть, кстати, небольшой выход на балкончик. Балкончик получился супер крошечным, туда максимум влез коврик для йоги, пару там креселок. Ну, там можно будет менять по настроению какой-то декор, предметы. Если вы захотите сделать там что-то определенное, всегда сможете поменять. Ну и, конечно, задний двор дома, он тоже крошечный, но туда поместилось даже джакузи. Для того, чтобы теплыми летними вечерами можно было расслабиться. Мне кажется, в домах, в которых невозможно сделать бассейн, всегда можно поставить джакузи. Это приятный бонус. Мне кажется, это довольно крутая вещь, когда можно залезть и просто покайфовать в водичке. Это прикольно выглядит. По крайней мере, мне очень захотелось видеть в этом доме джакузи. Уж не знаю, насколько он здесь уместен, но это классный вариант замена и альтернатива бассейну. Меня полностью устраивает. На заднем дворе можно собирать гостей, жарить что-то на гриле. Просто посидеть с семьей, поболтать, поужинать в теплое время года. Отдохнуть на шезлонгах и поворачивать какие-то цветочки, либо какую-то зелень для употребления потом ее в пищу. Там можно поставить вертикальные клумбы. Я там что-то поставила, но я не помню. Нет, это не вертикальная клумба. Я решила заменить ее клумбой из-за дополнения времена года. Потому что она эстетически мне понравилась больше. Но если вам захочется выращивать как раз-таки вот эти травы в вертикальном саду, то просто поставьте вертикальный сад, и еще можно будет заниматься садоводством в этом доме. Но я думаю, кстати, садоводство здесь очень будет кстати. Потому что по моей истории семья, кстати, про семью точно пару слов-то надо сказать. Мама этого семейства, домохозяйка, она нигде не работает. Сейчас она просто, по сути, ухаживает за домом и воспитывает детей. И присматривает за кошечкой, которая живет в этой семье. Поэтому она полностью занимается домом. И вот она как раз-таки могла бы периодически выращивать какую-то зелень. Укроп, петрушку, там, может быть, какие-то маленькие ягодки, типа клубнички. Как раз-таки в вертикальном саду на заднем дворе, чтобы радовать своих домочадцев свежей зеленью. В супчик, типа того, знаете. Ну, в общем, мне кажется, ей это очень будет кстати. Потому что убираться в этом доме много не надо. Так как здесь не так много места. В принципе, девочки какую-то часть дня будут в школе. Поэтому она, как домохозяйка, будет свободна. И мне кажется, было бы прикольно, чтобы она занималась еще хотя бы чуть-чуть садоводством. Понятно, что никаких плантаций здесь сделать не получится. Но две вертикальные клумбы точно влезут. То есть это, по сути, можно будет выращивать 6 каких-нибудь травушек или 6 видов ягодок. Что-то вот такое. Поэтому в целом задумайтесь о вертикальных клумбах. Мне кажется, эта идея довольно классная. Отец же этого семейства является врачом. И вот он как раз-таки и является добытчиком в этом семействе. Он зарабатывает довольно большие деньги, потому что он находится на 9 уровне карьеры врача. И является хирургом. Но он стал им не просто так. При том, что персонажи не очень-то старые. То есть персонажи только-только, мне кажется, вошли в возраст взрослые. Они буквально на первых стадиях возраста взрослые. То есть они буквально недавно были молодыми. И он уже сейчас на своей возрастной стадии является хирургом. Это 9 уровень карьеры. Довольно сложно дойти к такому возрасту, до такой высокой ступеньки карьеры. И я понимаю, что действительно это практически нереально. Мне нужно было как-то это себе объяснить и объяснить это вам. И в конечном итоге я подумала о том, что отец как раз-таки, собственно, главы семейства, тоже являлся врачом. И, в принципе, по сей день еще работает, не ушел на пенсию. Но сейчас он является, господи, как же называется, последний уровень карьеры врача. Не помню, что-то там, ну, короче, типа главврач. Не знаю, назовем это так. Я не помню дословного названия. Но, короче, сейчас его отец тоже работает в больнице, но уже не оперирует из-за возраста. Потому что уже, ну, сами понимаете, руки дрожат. Там зрение все равно упало. Поэтому сейчас он уже не оперирует. Он просто принимает условно пациентов и, собственно, как-то обсуждает с ними какое-то дальнейшее операционное вмешательство. И, собственно, пристроил своего сына. Всегда воспитывал его так, чтобы тот пошел учиться на врача. Чтобы тот закончил обязательно обучение и стал хорошим специалистом. Он всегда его к этому готовил и, собственно, этого добился. Теперь, собственно, сын является хирургом. Имеет достойную заработную плату. Может спокойно содержать один свою семью. Довольно немаленькую. С двумя детьми. Женаев. Есть свой дом. То есть, это не дом в аренде. Это свой дом. Это свой участок. В целом, у него довольно неплохой заработок. Дом обставлен тоже очень хорошо. В современном стиле. Очень красиво, светло, уютно. И он в целом позволяет своей семье любые прихоти и хотелки. Если вы хотите там в отпуск, поедем. Если хотите какие-то развлечения, пожалуйста. Все всегда дозволено. У него действительно хороший заработок. И он в этом плане большой молодец. Что может один содержать свою семью. Но это все благодаря его отцу. Который в свое время надавил на него. И заставил его обучаться как раз таки в колледже на врача. Точнее в университете на врача. И собственно добился от него вот таких успехов. И я думаю, что он ему за это безумно-безумно благодарен. Также в этой семье есть две дочки, про которых я уже сказала. У них небольшая разница в возрасте. Обе они школьницы. В целом по девочкам сказать многое не могу. Потому что как-то в голову ничего не пришло. Лезет только обычные стандартные какие-то наборы фраз. По типу, что учатся средне. Наверное. Ну как бы не отличницы, но и не троечницы. Что-то скорее всего хорошистки. Особо их никто к учебе не принуждает. Да, разумеется, периодически случаются какие-то казусы в учебе. И родители пытаются наставить девочек на правильный путь. Что давай, нужно хотя бы четверки там приносить в дневнике и прочее. Но в целом я думаю, у девочек нет проблем больших с обучением. Одна из девочек мечтает стать доктором как папа. А вторая мечтает стать журналистом. Уж не знаю в кого. Но вот пока так. В целом потом будет понятно, станет ли каждая из девчонок тем, кем хотела стать в детстве. Или к молодому возрасту их предпочтение и какие-то желания сменятся. И, собственно, поменяется вектор того, кем они хотят стать. Но пока они просто школьницы. И сказать про детей очень мало чего можно. Так как я уже сказала в самом начале этого ролика, что дети самая обделенная и ограниченная стадия в 74. Как бы грустно это не звучало. В целом, вот вся история этого дома. История минимальная такая, даже не история, а модель семьи. Если кому-то из вас она понравится, вы можете взять ее за основу и попробовать поиграть в этом доме. Я думаю, здесь будет довольно уютно и интересно. Сюда даже гостей иногда можно приглашать. Нет-нет, если место иногда позволяет. В некоторых местах и зонах дома мест действительно достаточно для того, чтобы усадить двух-трех гостей на диван, на кресло и за стол. Я безумно осталась довольна этим домом. Мне нравится строить в Камареби. Я надеюсь, что я вернусь сюда еще совсем скоро. Потому что у меня есть еще одна идея, которую я безумно хочу реализовать. Но пока не знаю. Пока сложно ответить, когда смогу, не смогу в ближайшее время. Но очень сильно постараюсь. Если вы ждете нового строительства в Камареби, то обязательно ставьте лайк этому видео. Так я пойму, что вам нравится конкретно Камареби. Да, в принципе, можете писать в комментариях, ждете ли вы в Камареби еще стройку. И чего конкретно ждете? Ждете домиков либо общественных участков. И еще такая просьба маленькая к вам. Если ждете общественных участков, то можете делиться со мной идеями для общественных участков. Потому что я тут не так давно начала один набрасывать. Но у меня с ним есть некоторая трудность в плане, чем его заполнять. То есть коробка-то может быть у меня и родится. А вот внутреннее наполнение не очень. Поэтому если у вас есть какие-то крутые идеи для общественных участков на горе Камареби, то обязательно рассказывайте мне о них в комментариях. Мне будет безумно интересно и полезно такое почитать. Потому что моя голова иногда просто отключается. А также если у вас есть возможность поделиться со мной атмосферными картиночками, либо фотографиями каких-то японских заведений или корейских заведений, то вы можете сделать это в группе ВКонтакте под постом об этом видео. Я тоже буду вам безумно-безумно благодарна. Ну а на этом я, наверное, буду заканчивать, потому что наболтала уже достаточно. Я всех благодарю за просмотр, но прежде чем уйти и закрыть данное видео, не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик, для того чтобы не пропускать новых и интересных роликов. Также не забывай опускаться в описании и чекать все ссылки на социальные сети. А еще, если тебе не сложно, ты можешь поделиться этим роликом со своими друзьями, для того чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я еще раз всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок